Да, на фоне, конечно, глубокого и содержательного доклада Артема Тимуровича мой будет несколько примитивным, я изначально, конечно, планировал, чтобы он был попроще и понаглеще, но на таком фоне он будет совсем примитивным. И наша, конечно, тема этих двух докладов некоторым образом связана, и это не совпадение, не случайность, поэтому некоторую такую драматическую линию тут расскажу. Ну, Артем Тимурович немножко упомянул о своих взглядах в самом конце, отвечая на вопрос своих, он рассказал о партии, а о своих взглядах немножко упомянул, я чуть больше расскажу о взглядах Артема Тимуровича. Артем Тимурович у нас моральный реалист не натуралистического плана, но не до конца определившийся, может быть, класси-реалист. Где-то так. Пожалуй. Вот. А я, соответственно, как-то уверенно и просто так занял в этих дебатах позицию морального натуралиста. И, соответственно, то, что я сегодня расскажу, это будет маленький-маленький фрагмент некой большой картины. Большая картина под названием «Натуралистическая эпистемология на маке оснований». Это будет ее маленькая деталь. Все, что я сегодня планирую сделать, это рассмотреть шесть подходов к интерпретации одного единственного высказывания. Одного единственного высказывания, он выглядит... Вот так выглядит одно единственное высказывание, которое я буду сегодня рассматривать в рамках своего РАД-доклана. Я чувствую, что мне не следовало есть тупицу вчера. То, чем я буду заниматься, это рассмотрение не формальных условий истинности этого высказывания, а содержательства. Я думаю, что, конечно, многих могли бы интересовать формальные подходы, но, к сожалению, они бы мне тут ничего не дали. В рамках именно устроения большой картины, которая была заявлена, формальные условия истинности были бы мне абсолютно бесполезны. А содержательные меня здесь будут интересовать. Но в рамках этого высказывания, соответственно, еще нужно будет сделать некую фокусировку. Тут берут индексикалы, которые для меня, опять же, несущественны. Которые вам и будут интересны, я нет, коллегам. Но у меня нет здесь большого интереса на пистолях. У меня, например, основной фокус внимания будет сосредоточен на конструкции «чувствую, что не следовало». «Чувствую, что не следовало», вот чтобы это могло за этим скрываться, я попытаюсь рассмотреть шесть подходов, содержательных подходов к интерпретации такого рода высказок. Соответственно, первый вопрос – каковы содержательные условия истинности? Второй вопрос – могут же эти условия истинности быть выполнены? Если могут, то каким образом? Два вопроса для моего доклада. И шесть подходов к ответу на эти вопросы. Первый подход представляет собой такую точку зрения, что не могут быть эти условия истинности выполнены. Первый подход – своего рода аналог теории ошибки. С точки зрения этого подхода, говорящий, произнося высказывание «с», действительно пытается выразить ровно то, что он говорит, что он что-то чувствует. Но то, о чем он говорит, просто не может быть предметом ощущения. То есть высказывание, которое он произносит, заведомо не может быть истинным. Нормативные основания, в принципе, не могут быть предметом чувственного восприятия. Чувство сообщают о сущем, говорят нам сторонники такой позиции, а не о должном. Соответственно, «с» заведомо ложным. «С» утверждает, что он чувствует наличие некоторых нормативных оснований, но какие на основании не то, что можно чувствовать. Ну, что мы на этот счет могли бы возразить или сказать? Ну, две вещи. Первая вещь немножко связана с вчерашним докладом Виталия. Виталий, да, Виталий. Что мы могли бы сказать, что чувственный опыт, он даже и в простейшем случае, в обычном случае, мы не предполагаем, будучи эмпиристами, что сам чувственный опыт такой простой, что он просто говорит, что-то может сказать о сущем вне контекста некоторых суждений о должном. То есть мы могли бы сказать в ответ на опцию 1, что даже в случае с простым чувственным опытом, мы, воспринимая какие-то ощущения, имеем в виду и оперируем некоторую родную нормативность. Она заложена в наше восприятие и в обычном даже чувственном опыте мы способны усматривать некоторые своего рода нормативные основания. Если я вижу перед собой стену, то я не просто что-то испытываю, я тем самым, мы могли бы сказать, что я чувствую, что мне следует полагать, что передо мной стена, и я чувствую, что мне не надо туда идти, потому что она стена. Соответственно, наше восприятие, оно в случае простейшей чувственности некоторым образом содержит в себе какую-то компоненту чисто чувственную, но и какую-то нормативность тоже. И это никаким образом не подрывает эмпиризм. Конечно, это подрывает тот фундаментализм, о котором нам рассказывал вчера Виталий, но мы совершенно не обязаны быть именно такими эмпиристами, совсем трудологами, которые полагают, что есть чистый чувственный опыт, и, соответственно, дальше он может быть каким-то образом источником какого-то нашей познания о ориентации пространства, возможностей. Совсем не обязаны быть такого рода фундаменталистами. Мы можем быть эмпиристами, и при этом не исключать того, что в нашем познании существует какой-то существенный нормативный аспект. И это первое, что мы могли бы сказать по поводу этой первой позиции. Второе, что мы могли бы сказать, это то, что я уже более лично от себя, это то, что, на мой взгляд, если нормативные основания существуют, то они могут существовать не только для человека, но и для каких-нибудь животных, может быть, даже рыб. И более того, животные и рыбы способны распознавать эти нормативные основания. Что это нормативные основания, это некие факты того, как следует или не следует действовать и поступать тем или иным агентам. Эти факты, соответственно, делят действия на ошибочные и правильные. Соответственно, я полагаю, что правильно или неправильно могут поступать не только люди, но и, допустим, рыбки. В качестве аргумента у меня есть пословица. Человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. Мы могли бы подумать, что это чисто дескриптивное наблюдение за поведением человека, это поведение в рыб. Но, на самом деле, это поведение, это деятельность по усматриванию некоторых нормативных оснований, как следует действовать человеку, как следует действовать рыбе. Я полагаю, что рыба, как и человек, может ошибаться. В действиях какая-то рыба может, соответственно, искать, где глубже находиться, где глубже, и правильно тем самым поступать. Именно там ей предпочтительно не находиться, с точки зрения объективных факторов, объективной действительности. А какая-то рыбка может как-то повести себя таким образом, про который мы могли бы сказать, что она ведет себя совершенно неправильно, и совершенно не учитывает имеющихся в нее нормативных оснований искать, где глубже, а она совершенно видит сильное. Это, конечно, плохо для нее закончится в этом смысле, что следование нормативным основанием ведет нас к худшим последствиям, а следование – к худшим. И, в общем, я полагаю, что это может распространяться не только на человека, но и шире. Конечно, этот подход не беспроблемен, потому что он может как-то так связан быть с тем, что нормативные основания – это основания в пользу действий, соответственно, нужно что-то сказать про то, что животные способны действовать. Я, видимо, должен под это подписаться, ничего против этого. Это, соответственно, предполагает, что животные могут иметь какие-то намерения. Я и против этого, видимо, должен ничего не иметь против. В общем, первая опция – такола. И на нее можно что-то ответить. Соответственно, если мы все-таки не подписываемся под первую опцию, просто не отвергаемся порога, то, что высказание S может быть истинным, если мы готовы как-то искать способы для него быть истинным, то этот поиск требует от нас ответить на следующий вопрос. Дорожает ли S некоторую прописциальную установку? Или оно исключительно характеризует феноменальное состояние говорящего, характеризующегося некой качественной спецификой? Или каким-то образом S призвана выполнять обе эти функции одновременно? Вот есть какие-то три такие опции. И, соответственно, если мы некоторым образом так не имеем, в такой склонности к натуралистическому взгляду на опознание нормативных оснований, первое, что мы могли бы сказать, что S выражает просто прописциальную установку. S просто выражает некое убеждение. Тем самым мы некоторым образом игнорируем феноменальный качественный аспект, о котором призвано сообщить нам S. Мы тем самым занимаем такую установку, что говорящий, признося S, может, конечно, сказать нам что-то истинное, но только в том случае, если он имеет в виду не то, что он говорит буквально, а вот нечто другое, что у него есть некое подразумеваемое содержание у этого S, и это подразумеваемое содержание таково, что S на самом деле имеет в виду просто наличие у него некой пропозициональной установки, если он имеет в виду, что у него имеется просто пропозициональная установка, то он может быть прав, и S может быть истинный. В таком случае мы говорим, что S подразумеваемое содержание, оно может быть выражено с тем же успехом в форме, как я смотрю, мне не следовало есть тупицу вчера, я ближу, мне не следовало есть тупицу вчера, Ну и в конечном итоге я полагаю, что не исследовал есть этот путь сурчат. Конечно, это требует от нас какого-то раскрытия понятия убеждения, раз уж мы ищем какие-то содержательные условия истинности для S. Даже если мы трактуем его как профессиональную установку, как убеждение, нам хотелось бы понять, при каких условиях у человека есть такое убеждение, которое выражается в высказывании S. При каких условиях. Это не так просто сделать. Содержательные точки зрения, с формальной точки зрения, это, конечно, простой, в общем-то, сравнительно вопрос. А в принципе, с содержательной точки зрения непростой. Первое, что мы, как мы могли бы трактовать содержательное понятие убеждения, убеждение как ментальное состояние наличия репрезентации с определенным прописциального содержания. Ну, да, более-менее стандартный подход к понятию убеждения, один из стандартных. Ну, вот, примененным к моему конкретному примеру, он дает какую-то очень забористую вещь, какое-то наречие репрезентации с каким-то профессиональным содержанием, что мне не следовало листья с утра. Что это за репрезентация в моем сознании, мне даже трудно было бы вам попытаться описать, я просто не знаю. Поэтому я просто перейду к следующему. Скажу, что вторая трактовка, содержательная трактовка понятия убеждения, это убеждение как наличие неких диспозиций, склонностей у агента. Ну, и к этому примененное кейсу трактовка давала бы, что у меня есть соответствующее убеждение. В том случае, если, если что, если при каких-то более-менее аналогичных обстоятельствах, хотя понятие аналогичности тут очень тоже непростое, если бы при более-менее аналогичных обстоятельствах у меня теперь была бы, возникала хоть какая-то мотивация отказаться от этой пенсии. Понятное дело, что я не обязательно бы прямо от нее бы отказывался, потому что у меня еще может быть слабая вода. То есть я могу искренне полагать, что у меня ее не следует есть и в любых других аналогичных обстоятельствах. Но могу все равно не отказываться. То есть, может быть, в моем поведении это как-то и не будет отражаться прямо вот так явно, но, по крайней мере, я буду склонен советовать сам себе в более-менее аналогичных обстоятельствах не есть пиццу. Это будет неким таким условием, содержательным условием истинности того, что у меня есть такое убеждение. Ну, тоже как-то это не очень, не очень аппетит. Какие-то у меня еще могут быть интересные диспозиции и склонности. Например, такая. Если мне докажут, что мне все-таки следовало вчера есть пиццу, прямо докажут, то у меня может быть склонность удивиться этого. Вот наличие у меня убеждения в том, что мне ее не следовало есть. Это такая наличие в том числе, в том числе. Наличие у меня склонности удивиться, если мне докажут, что это не так. В общем, характер этой склонности, он тоже довольно широкий и неопределенный, так же, как случилось в этой презентации. Все довольно тянетно и неконкретно. Не так просто четко сказать, при каких условиях есть у человека такое убеждение, как Пихимов. Есть еще один подход, он конкретный. Он в этом плане, конечно, лучше, но сейчас мы его увидим. Убеждение как принятие агентом добровольно, принятие агентом на себя некоторых обязательств. Агент принимает на себя убеждение, такое как С, что это означает, что при предъявлении ему каких-то аргументов, в пользу того, что ему вчера следовали из ПИЦУ, он принимает на себя обязательство на такого рода аргументы что-то отвечать. То есть, если ему будут что-то предъявлять, он обязуется, обещаю его каким-то образом перед самим собой. В случае чего, если он что-то предъявит, что-то ответит. И более того, он может принимать на себя еще одно интересное обязательство, если ему, опять же, прям очень убедительно как-то что-то предъявляют, какие-то аргументы, на которые ему ничего не найдется, что ответить. То, наверное, некоторым образом, будучи рациональным агентом, принимая на себя соответствующее убеждение, тем самым же обязуется при наличии детских предъявленных доводов против, подвергнуть свое убеждение, свою установку ревить. Например, если мне предъявят какие-то доводы, что вчера же был день рождения начальника, была вечеринка, на вечеринке была только пицца, естественно, тебе следовало ее есть. И, естественно, такой человек, как я, может подумать, что эти аргументы очень даже релевантны, даже достаточно, очень приемлемы, и абсолютно нечего ответить. Я могу подумать, что, ну, слушайте, действительно, мне, пожалуй, следовало ее есть, тут ничего не... Вы правы. Может, при такой интерпретации к такому сценарию прийти. Эта интерпретация, в общем-то, показывает некую уязвимость и слабые места самой интерпретации. Кажется, что S вообще ничего не говорит о том, что я обязуюсь, обещаю как-либо что-то отвечать на такого рода аргументы. То есть мне вот эти аргументы про Дмитрий Чадоровича предъявляют, и я говорю, ну, слушайте, я вообще делаю в виду, что я вот чувствую, что вот, вот, что-то чувствую. Соответственно, эта аргументная позиция такая, эта интерпретация, некоторым образом, самым радикальным образом, игнорирует феноменальный аспект. Они вообще все три некоторым образом игнорируют феноменальный аспект, но все-таки при первой подходе, хоть как-то, мы его там можем как-то туда заложить, а при третьем, ну, мы совсем как-то игнорируем феноменальный аспект высказывания S полностью. Это, соответственно, как мне представляется, является большим недостатком второй опции. Соответственно, остальные опции пытаются учесть то, что S говорит одновременно и о какой-то установке, и о каком-то феноменальном состоянии. Значит, в рамках этого подхода мы полагаем, что чувствовать, что P – это принимать качественную специфику некоторого опыта в качестве свидетельства в пользу P. А, да, это развитие некой критики второго подхода, который игнорирует вот этот феноменальный аспект. И, соответственно, мы, стороннику второго подхода, тем самым пытаемся указать на наличие двух различных опций, которые в рамках второго подхода игнорируются. Что можно иметь профессиональную установку с каким-то содержанием, например, что 307 является простым числом, ничего при этом не чувствую. А можно чувствовать, что 307 является простым числом. Можно полагать, что в некоторой ситуации следует извиниться, ничего при этом не чувствую. А можно чувствовать, что следует. Можно полагать, что завтра выигрыш по-сервски поединок, ничего при этом не чувствую. Просто ориентируясь на данные букмекки. Сейчас завтра по-сервски поединок, ты открываешь сайт, все букмекки расставят на тебя, у тебя есть некие основания полагать, что исходя от каких-то всех этих данных, наверное, ты завтра выигрыш, ничего они при этом не чувствуют. А можешь чувствовать, даже взглянув на сайт, увидев, что все букмекки расставят против тебя, все факторы против тебя, но ты чувствуешь, что ты завтра выйдешь. И, соответственно, можно полагать, что ты выздоровел, больше не пить, потому что тебе можно больше не пить лекарства, ничего при этом не чувствовать, полагаясь только на данные анализа полученные, а чувствуешь себя при этом довольно не очень. А можно чувствовать, что уже выздоровел, даже если результаты анализов какие-то не очень такие, но чувствуешь, что уже все нормально. Естественно, все эти свидетельства, которые будут, все эти ощущения, мы не говорим, что это надежные свидетельства, мы просто говорим, что они как есть, просто есть. Есть некий тип такого рода свидетельства. Совсем не обязательно, что они являются новыми. Но они могут быть не просто какими-то мотивирующими свидетельствами, но они могут давать какие-то такие основания, которые еще и правят. То есть они не всегда надежны, но иногда они могут бить ровно туда, куда нужно, попадая в цель. Да, с надежностью мы ничего не говорим. Итак, третья опция. Третья опция ориентирована на то, чтобы сочетать наличие феноменального состояния с некой установкой. В рамках этой третьей опции мы трактуем S как некую сокращенную форму рассуждения. Или даже сокращение. Я чувствую болевое ощущение N, и я полагаю, что то, что я чувствую, свидетельство о том, что мне не следовало есть тупица вчера. Это ни в коем случае даже не логический вывод. Это какой-то такой содержательный вывод. Или я бы даже сказал, какая-то сокращенная форма конъюнкции. От первого конъюнкта я беру я чувствую, а от второго конъюнкта я беру все остальное и вот что-то такое складываю. То есть это некая вольная, совсем какая-то корректная форма выражения одновременно двух фактов. Наличие у меня ощущения и наличие у меня некоторой установки. И оба эти факта, очень разнородных и различных, я как-то так пытаюсь выразить в одном высказе. Я чувствую, что они не следовали. Это такая вот интерпретация. И мы что можем добавить? Мы можем добавить то, что S является фактичной установкой. По аналогии с тем, что, например, я слышу, что Вася пришел. Я слышу, что Вася пришел. Тоже у меня может быть какое-то аудио ощущение, звук с дверного замка. И я тоже это каким-то образом сразу в виде конъюнкции принимаю, что Вася пришел. И в этом случае, в случае, если я слышу, что Вася пришел, мы полагаем, что такого рода установка является фактивной. То есть я не могу слышать, что Вася пришел, если это был бы Вася или если бы Вася пришел. Я не могу слышать, что Вася пришел, если он не пришел. Соответственно, не всегда мы можем добавить требования фактичности. Тогда будет условие истинности из трех компонентов, что я чувствую некое ощущение. Я полагаю, что она является свидетельством. И она действительно является свидетельством. Четвертая опция. Вот такова. И, наконец, еще есть пятая опция ее вид. Шестая опция. S как ощущение вреда. Это, собственно, может быть центральное, о чем я хотел рассказать. Еще пятая совершенно отдельная опция для интерпретации высказывания S, в рамках которой я высказываю S, говорю о том, что я чувствую, что имеется некая связь между моим нынешним состоянием и моим вчерашним состоянием. То есть объектом ощущения является наличие связи. То есть я чувствую, при этой интерпретации указывает, отсылает не к моему болевому ощущению в животе или к чему-то такому. Может быть у меня вообще ощущение не такое уж и болевое. А оно отсылает к некой феноменологии восприятия неких фактов, событий и состояний как связанных. Я, например, могу находиться в воздушном шаре, передо мной может быть горелка, шар летит. Я могу воспринимать горение горелки и то, что шар летит как связанный или как не связанный. Я могу не знать, что они вообще как-то связаны, воспринимать их совершенно по отдельности. Я могу воспринимать, что они связаны. И это может влиять на некую мою феноменологию восприятия. То есть я одни и те же явления могу воспринимать как связанные и как не связанные. Это будет различие феноменологические. Соответственно, может быть, мы можем сказать, что S указывает на наличие такого феноменологического компонента связанности в моем восприятии неких событий и действий. Соответственно, в таком случае является истинным, когда выполняются соответствующие указанные условия. Я чувствую наличие некой каузальной связи и я полагаю, что наличие этой связи дает мне некоторые нормативные основания. Ну и, наконец, шестая опция, это то же самое, только с навешиванием фактичности. На самом деле, в случае с пятой опцией, и это отличие ее от третьей, в случае с третьей опцией нам действительно логично и уместно потребовать фактичности. Если мы полагаем, что S некоторым образом аналогично высказывание «я слышу, что Вася пришел», если мы полагаем, что она аналогична по своей природе, то нам логично потребовать фактичности. Если мы смотрим с точки зрения пятой опции, то, как мне представляется, никакой интуиции и фактичности у нас тут может и не быть. Я могу чувствовать, что у меня не следовало ей ступиться вчера, то есть чувствовать наличие некой связности между событиями, даже если никакой связности нет. Просто это характеристика моего восприятия, моей феноменологии. Я чувствую, что они связаны, даже если они не связаны. Я могу это чувствовать. Я не могу чувствовать, что Вася пришел, если он не пришел, но я могу чувствовать, что события связаны, если они не связаны. Мне это кажется. Мои такие интуиции. Может быть, у вас другие. Соответственно, в рамках пятой опции мы тоже можем, конечно, добавить условия фактичности, но и это будет некая вариация подхода, но мне не представляется в данном случае это каким-то обоснованным или обязательным, но как опция может быть. Вот, собственно, шесть подходов к содержательной имплитации высказывания АЭС. Я здесь не предполагаю никакого вывода делать, какая из них правильная, какая неправильная, просто вот есть шесть разных, и они действительно разные. И это интересно. Это все, что я хотел сказать. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, комментарий-то про позицию Артема более развернутый? Нет, это Артем следует. Про свою позицию. Да, у нас шесть минут на вопросы, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется ли вам, что суждение я чувствую, что мне не стоило есть эту пиццу, и суждение «Мне не стоит есть эту пиццу» Это разные суждения. Потому что то, которое вы привели, это суждение по прошлому. И следы, наверное, не можно сказать, что это нормативное суждение. А суждения, например, мне не стоит, если тут нет в будущем или когда, это уже нормативность. И логически одно из того, что нужно нести. Конечно, это разные суждения. Конечно, это разные суждения, соответственно, поскольку то, что я рассказывал, это некая частичка и фрагмент какой-то натуралистической и персонологии нормативных оснований, то речь идет все-таки о том, что, скажем так, связь между тем, что я чувствую, что мне следует или не следует делать что-либо, или следовало или не следовало что-либо делать, она проблематическая. Вы бы совершенно правы, что это не означает, что от одного какой-то есть переход к другому, или тем более, что это одно и то же, никоим образом. Но в рамках большой картины, о которой я, конечно, никак не мог сказать, такого рода переход при каких-то условиях, значит, может быть произведен, эти условия, соответственно, должны быть как-то исследованы, озвучены, рассказаны. Иногда, в общем, это может работать. Иногда то, что я что-то чувствую, что мне следует делать, может быть свидетельством, и оно может быть таким свидетельством, которое, значит, ведет меня в правильном направлении, что мне именно это и следует делать. И это не совпадение, и это не случайность. То есть я что-то чувствую, что мне следует делать, и именно это мне и следует делать. Чувствовать, например, что ты не следовал делать, а не фактичности, а вот чувствовать, что мне следует, как перскриптивная нормативность, это уже не очевидно. Ну, конечно, давайте посмотрим какие-нибудь у меня примеры. Мне следует извиниться. Я чувствую, что мне следует извиниться. Вот я чувствую. И возможно, что мне действительно следует. И возможно, это не совпадение. Возможно, я каким-то образом, и это следует, конечно, исследовать и объяснять, каким образом то, что я чувствую, что мне следует извиниться, действительно может быть связано с тем, что мне действительно следует. Но предполагается, что какие-то чувства мои могут каким-то образом, еще раз говорю, это пример для исследований, может дальнейшего, это более глобального, каким-то образом быть связанным с тем фактом, что мне не следует. То есть вот эти вот примеры, я могу взять в качестве заглавного какой-то другой из этих примеров, и весь тот же доклад, в общем, построить на другом примере. Я понимаю, что мой пример, который я выбрал, некоторым образом имеет какие-то лишние коннотации, я понимал, это, я все равно его выбрал. Это такой вопрос. А не можем ли бы говорить о связи с последствиями, о каком-то недискретном смысле, никакой диантологии, типа мотанализа или статистики, или еще чем-то? Мотанализа что? Когда мы берем диантологию, это дискретные вычисления, в общем-то. А может быть, я чувствую, надо связать с каким-то дискретным? А, то есть вы имеете в виду, что нормативность может быть по вопросам меры, что мне может быть в какой-то мере следовать? Да, отличный вопрос, да. Мы обувались в одном статистике. Это хороший вопрос насчет различной меры следования, различной меры ответственности за не следования. Возможно, я думаю, что какая-то, значит, недискретность тут возможна. Я такое допускаю очень, да. Но для каких-то, значит, в каком-то первом приближении, мы всегда предпочитаем выбирать какие-то наглядные примеры. Ну, мы, для наглядности, я, по крайней мере, своей, так сказать, лазуткой работы, я предпочитаю примеры наиболее такие какие-то дискретные, скажем так. То есть это делает изложение на то, и может быть, анализ как-то более удобный для меня. У нас одна минута. Да, пожалуйста, последний вопрос. Правильно ли я понимаю, что эти варианты взаимосвязывающие или не все, потому что вот вы первый раз сказали про теоретиков ошибки, да, а второй раз про убеждения. Но это не противоречие вещи, там, теоретик ошибки как раз вам много может понимать, что, ну, как мы высказываем убеждение, да, оно просто там ложное, мы допускаем ошибку, да. И вы еще сказали, что теоретика ошибки ошибается потому, что соединяет вот чувства с убеждением, но это, опять же, второй вариант, как бы вторая опция тоже может это подразумевать. И еще один вопрос про конъюнкцию, ну, то есть одно это чувство, а второе это вот как раз убеждение еще что-то, можете напомнить, что именно это было, и оно же тоже может пересекаться там с другими вариантами. Ну, давайте я все-таки тут четко остановлю, попытаюсь еще раз навести. Значит, первая позиция говорит о том, что признает, что говорящий выражает некое свое качественное состояние, состояние, обладающее некой феноменологией. Он признает, что именно это он и делает. Но приписывает этому состоянию некие способности, которые этому состоянию совершенно не свойственны. Именно быть свидетельством в пользу нормативных каких-то оснований. То есть, с точки зрения первой опции, S не может быть верным. Не может быть верным, хотя оно говорит о чувствовании. С точки зрения второй интерпретации, S, высказывание S, не говорит о чувствах. Просто говорящий некорректно использует слова. Он пытается сказать, что он полагает, а говорит, что чувствует. И как бы в рамках второй опции, ну, мы говорим, ну, он просто плохо по-русски говорит другого. Он говорит не то, что хочет сказать, он на самом деле хочет сказать другое. У меня иногда Артем Тимуревич пытается именно так вот сказать. На самом деле именно так мы и делаем, когда мы говорим вот так. Я так не считаю. Ну, конечно, удобнее именно так себе объяснять, но, по-моему, он просто игнорирует свою стихию. С точки зрения третьей опции, соответственно, мы признаем, что мы делаем и то, и другое в рамках одного высказания. Пытаемся выполнить одним высказанием две функции, выразить свое феноменальное состояние и наделить его статусом, быть свидетельством в пользу нормативного состава. И более того, в рамках третьего подхода, в отличие от первого, мы можем быть правы. То есть мы можем правильно, в рамках первого подхода так делать нельзя. То есть это просто нельзя, неправильно. В рамках третьего подхода, ну, как бы неаккуратно мы там, конечно, это делаем. Надо было бы как-то по-другому, можно сформулировать свои мысли. Но в целом, в целом, правильное, подразумеваемое значение. Вот если поднимать под значением S, то нимцу 1 и 2, и если 1 и 2 выполнены, то S истинно. Просто теоретик ошибки для него был бы неправильным, он просто говорит, мне не следовало, без разницы, я чувствую, что не следовало. Нет, тут, конечно, теоретик ошибки такой, очень специфический. А вот теоретик ошибки? Не, 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 не. А именно вот прям вот такой, который так-то нормативное основание признает. То есть теоретик ошибки не натуралистического такого реалистического толка. Он признает натуралистическое и нормативное основание, но полагает, что они не являются предметом чувственного успеха. И не могут быть таким предметом. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо.